Приветствую вас на канале заметки ардуинщика. Сегодня мы поговорим о работе с текстовыми данными в ардуино, а также немножечко затронем тему указателей и памяти. Насколько вы наверное знаете, в ардуино сразу из коробки доступны два больших инструмента для работы с текстом – динамические строки string и статические массивы символов, они же c string, они же обычные строки языка c. Все новички в ардуино очень любят стринги и практически ничего не знают о стандартных строках, потому что стринги очень дружелюбные, очень мощные и очень удобные, особенно мужские. Но дружелюбные они только по отношению к программисту, потому что микроконтроллеру такие приколы не нравятся от слова совсем. Стринг – ужасно тяжёлый и жутко медленный инструмент, неаккуратное использование которого к тому же может привести к зависанию программы или её неадекватному поведению. Дело в том, что стринг – это динамические массивы, выделение памяти под которые происходит во время работы программы, а все новые операции приводят к перестановкам в памяти. Но зато мы можем складывать стринги, собирать их из кусков любых данных из строк и чисел, разделять на подстроки, переводить в числа, искать в них нужные слова, сравнивать и всё такое прочее. Документацию на класс стринг можно найти на официальном сайте ардуино, а также в текстовом уроке у меня на сайте. Чуть позже в этом видео мы с ними ещё поработаем. А что же обычные строки? Неужели с ними нельзя делать ничего кроме изменения символов по одному? Можно конечно, но не всё так просто. Сразу небольшое уточнение. Любой текст в двойных кавычках – это строка, обычная строка, не стринг. Стринг может принимать значения из таких строк, не более того. Для работы со строками у нас есть автоматически подключаемая библиотека cstring, которая идёт в комплекте с компилятором. Эта библиотека содержит свой набор инструментов специально для строк. Такая работа с текстом занимает в разы меньше памяти, чем стринги, да и код выполняется значительно быстрее. Также тут есть встроенные инструменты для работы со строками, помещенными в программную память, что позволяет сэкономить очень много памяти на константных строках. Но конечно же есть но, причём целых два. Сложно и неудобно. Посему давайте сначала с вами разберёмся, что такое строки в языке c и как они вообще работают. Для осознания всей картины желательно знать что такое указатели, текстовый урок есть у меня на сайте, видео урока пока что нет. Но зато есть урок по массивам. Строка хранится в оперативной памяти микроконтроллера как массив данных типа чар, это означает что у каждой буквы есть своя ячейка с определённым номером, начиная с нуля. В то же время оперативная память микроконтроллера это тоже массив, где у каждого байта есть своя ячейка, ну а наша строка располагается в нём вот так. Создавая новую строку или любой новый массив, мы резервируем в памяти указанное количество ячеек. А на самом деле никаких массивов и вовсе нет, это просто абстракция. Имя массива является указателем на ячейку памяти, в которой содержится первый элемент массива. Более того, никаких квадратных скобочек на самом деле тоже нет, и обращение к элементу массива в реальности выглядит вот так, как к данным по адресу в памяти, на который указывает имя массива. Да-да, эти знания понадобятся нам для работы со строками. Следующий момент. Мы можем создать новый указатель на тот же тип, что и массив, делается это вот так, со звёздочкой, и приравнять к нему имя массива. И получим доступ к массиву уже по новому имени. Тут важно понять, что мы не копировали массив, мы сделали себе новый указатель на тот же адрес в памяти, где начинается массив, и можем читать его значения просто по другому имени. Указатель в свою очередь хранит адрес, поэтому если мы прибавим его вот здесь, то ячейки по новому имени у нас сместятся на эту же величину в байтах. Надеюсь это понятно, потому что это важно. Ещё один важный момент. Программа не знает длину массива. Да, у нас есть функция сайзов, но эта функция выполняется компилятором на стадии компиляции и возвращает размер массива, потому что в ходе выполнения программы размер обычного массива меняться не может. А теперь переходим к строкам. Строка в языке си это такой же массив, типа чар, но с одним интересным механизмом. В конце строки всегда располагается нулевой символ, который пишется как backslash 0, либо null. То есть если мы создадим вот так строку, она будет занимать в памяти на 1 байт больше, чем количество символов. Этим байтом и будет null. Теперь самое главное, зачем это нужно. По нулевому символу программа может сама определить текущую фактическую длину строки, это очень простое и гениальное решение. Смотрите, я зарезервировал в памяти гораздо больше места, чем занимает моя строка. Но тот же, например принт, выведет только строку, потому что программа считает за строку только то, что идёт до нулевого символа. Функция strlen посчитает длину строки также до нулевого символа, и в этом случае вернёт несоответствующий размер массива результат. Давайте возьмём и вот так вот руками поставим ещё один нул куда-нибудь в середину. И принт нам выведет уже огрызок. И то же самое мы увидим на длине строки, она стала меньше. А теперь давайте сделаем новый указатель со смещением от начала нашей строки. И выведем его в порт. Да, так тоже можно, потому что имя массива – это тоже указатель. И получим строку, начинающуюся с указанной позиции. Тут важно понимать, что мы ни в коем случае не создавали новую строку, мы просто показали программе, откуда нужно начинать читать текст. Надеюсь вам понятно как это работает, потому что практически все функции из библиотеки си стринг работают с указателями, и для комфортного использования нужно понимать, как устроен этот мир. Список этих функций можно найти опять же у меня в уроке, также если нужно, любую из них можно загуглить и найти более подробное описание с примерами. Давайте поработаем с текстом обоими способами на реальных задачах. Задача номер один – составить http запрос с двумя численными параметрами, их значение брать из переменных, то есть условно вот так. Создадим наши переменные и присвоим значение. Стринг. Создаём строку стринг и начинаем суммировать, указав в начале суммы саму стринг, иначе магия суммы не сработает. Готово. Выведем в сериал и проверим. Всё верно. Строка. Создаём пустую строку заведомо большего размера, чем итоговая строка, чтобы наш запрос туда точно уместился. Обязательно указываем значение самой строки, даже если она пустая, чтобы наши функции могли ориентироваться на её нул. Чтобы прибавить одну строку к другой, воспользуемся функцией strcat. Отлично. Теперь нужно прибавить число, но вот так взять и просто прибавить численную переменную как у стрингов мы не можем. Для начала нужно перевести число в строку при помощи itoa или eltoa. Данная функция запишет число в виде текста в указанную строку, то есть по указателю. У нас есть два варианта. Первый. Создаём ещё одну временную строку, чтобы она могла вместить число. Запишем нашу переменную в эту строку при помощи itoa. Затем при помощи strcat допишем в основную строку. Это плохой способ, потому что нам пришлось создать ещё одну строку. Вместо этого можно при помощи той же itoa записать преобразованное в строку число сразу в основную строку, но нам нужно делать это не в начало строки, на которой указывает ими строки, иначе выйдет вот так. Поэтому нужно записывать в конец. Можно просто прибавить к указателю на начало строки и текущую длину строки, и всё соберётся правильно. Далее при помощи strcat мы прибавляем текстовый кусок адреса, и опять число по такой же схеме. Прибавить число кстати можно ещё одним способом. Функция strchar возвращает указатель на первой найденной в строке символа. Давайте с вами найдём где находится нул, то есть конец строки, и в этот нул нам itoa запишет число. Готово. Ну как вам, интереснее чем стринги, правда? Надо прям головой думать. Вариант со стрингами занимает на полтора килобайта больше флеш памяти, и выполняется почти в два раза медленнее. Для мелких проектов это не критично, но в какой то момент может таковым стать. Задача номер два. Нам пришло число в виде текста, нужно перевести его в численный формат и записать в переменную. Тут всё просто, у стрингов есть метод toint, а у си стрингов атои или atoll. Код выглядит почти одинаково, но версия со стрингами весит на килобайт больше и выполняется в два раза дольше. Задача номер три. Нам пришёл пакет, содержащий текстовый ключ и численное значение, разделённое запятой. Нам нужно вытащить текст ключа и записать число в численную переменную. Приступим. Стринги. Нахожу позицию запятой при помощи индексов и записываю в переменную. Создаю новую строку и присваиваю ей кусок исходной строки от нуля до запятой при помощи substring. Далее нужно вытащить число. Я опять же делаю substring от запятой плюс один до конца строки. Эта подстрока будет содержать число, поэтому я применяю twint. Готово. Строки. Я ищу указатель на запятую в исходной строке при помощи starcher. Если вывести этот указатель в порт, то получим кусок строки начиная с запятой, надеюсь понятно почему. Далее я создаю ещё одну строку, пустую, и при помощи strncopy записываю в неё основную строку, а дальше нам нужно указать сколько именно символов мы записываем. Я запишу их как разность между указателем на запятую и на начало строки, то есть фактически это численное количество символов от нуля до запятой. Функция сама добавит нул в конце, и ключ уже можно выводить. Осталось значение. Его получим при помощи атои. Комма у нас указывает на запятую, если прибавим единицу, получим указатель на начало числа. Всё можно выводить. Разница со стрингами чуть больше полутора килобайт, а скорость выполнения отличается в разы. Могу предложить ещё один способ, который испортит исходную строку, но реализуется проще и не требует создания ещё одной строки под имя ключа. Задача состоит в том, чтобы заменить запятую на нул, а также получить указатель на начало числа. Точно также получаем указатель на запятую. И меняем запятую на нул. Теперь программа считает, что строка заканчивается на том месте, где раньше была запятая. Теперь мы можем увеличить указатель коммы на единицу и получим доступ к числу, то есть там, где начинается первая цифра. И всё, а тои и погнали. Этот способ выполняется ещё быстрее, но считать такие микросекунды – это уже совсем крохоборство, просто оптимальные алгоритмы писать интересно. Мы разберём и другие способы раздела строк в отдельном уроке, полностью посвящённом парсингу данных и общению между платой и компьютером или платой и платой. А этот урок подходит к концу, но я хочу показать вам ещё один инструмент для работы с текстом, объединяющий преимущества строк и стрингов. Я написал его длинным дождливым зимним вечером во время отпуска и назвал mstring, сокращённо от микростринг. Скачать библиотеку можно у меня с гитхаб, ссылочку оставлю. Суть в том, что мы создаём строку и в угловых скобках указываем размер буфера, и с этой строкой можно делать почти всё то же самое, что и со стрингами, но весить оно будет как будто мы работаем со строками, что может быть критично для больших проектов. Также тут есть несколько уникальных функций для парсинга данных, может кому-то будут полезными. А на этом сегодня всё, тренируйтесь, придумывайте себе задачи и решайте их при помощи стрингов и строк. Спасибо за внимание, с вами был канал заметки ардуинщика, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok